Влад Челок собирается писать книгу о том, что случилось на Аркан-Киргене. Об этом сообщила мама осужденного на пожизненный срок пограничника Светлана Ващенко. Только что вернулась со свидания с сыном. По словам Светланы Ващенко, близко к сыну ее не подпустили. Свидание проходило на расстоянии, так что даже обнять сына она не смогла. Если прошлое свидание проходило в присутствии семи конвоиров, то теперь было 12 наблюдателей. По словам Влада, он сидит в камере, где кроме него еще 4 человека. Его письма не доходят, она говорит, что ни одного письма после того свидания не получила. Он говорит, мам, я постоянно пишу, я пишу без конца. А так по делу вообще ни слова, потому что я у него начала спрашивать. Он говорит, вообще ничего говорить не буду. Потом у меня проблемы начинаются, и все. А какие проблемы? Написать книгу заключенному пограничнику посоветовал адвокат. В ней он намерен написать события, произошедшие на Аркан-Киргене. Однако окончательного решения Челах пока не принял. Я, говорит, пока подожду, говорю, ответы. Суда еще окончательно ответа не было, с прокуратурой и от президента тоже, говорит, не было еще. Может быть, они совместно там с адвокатом будут писать, либо понятия не имеют. Мама говорит, ты знаешь, ты уже, говорит, не веришь, что в Казахстане что-то можно добиться. Еще, говорит, как-то была надежда, что есть справедливость здесь. Хоть кто-то может быть это самое. А сейчас, говорит, только на ООН у меня вся надежда. Напомним, Владислава Челаха осудили на пожизненное заключение за убийство 14 сослуживцев и егеря на погранзаставе Аркан-Кирген в мае 2012 года. До сих пор в соцсетях не утихли споры о том, виновен ли действительно пограничник. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Артем Ковалев, 5 канал.